Александр Лукашенко в тот период, когда пытались определенные силы разорвать, расколоть белорусское общество, не позволить нам быть едиными, развивать страну, вот он провел тогда Всебелорусское народное собрание. Пошел самым демократическим путем. Американцам удается создавать точки нестабильности в разных регионах мира, причем они закладывают эти точки нестабильности за многие десятилетия. Время, когда еще только ковид начинался, вот посмотрите, пророческие это были слова, этот ковид это предвестник того, что начался передел мира. Здесь ставки очень высоки и никто сегодня не позволит Польше резко изменить курс в отношении России. Даже если бы они хотели. Да. Это ток-шоу «Будни», здесь в этой студии, традиционно во второй части нашей программы. Будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Я напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка уже для видеотрансляции. Переходите по ссылочке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-радио на протяжении этого часа. Ну и, конечно же, готов представить сегодняшнего гостя, это политолог Вадим Боровик. Доброе утро, Вадим. Доброе утро, Вадим. Ну что же, тезки, можно загадывать желания, те, кто нас слушает. Оператор загадал уже. Да, это точно. Начинаем с важной даты. Сегодня 19 октября. Исполнилось 27 лет, как состоялось первое Всебелорусское народное собрание. Только народ вправе решать свою судьбу. Так называлось выступление на нем Александра Лукашенко. Сейчас, на данном этапе, мы видим, что по прошествии времени, в принципе, Всебелорусское народное собрание, которое уже стало такой, вы знаете, составляющей нашей политической вообще независимости и суверенитета Республики Беларусь, оно обретает новое значение для нашей страны. Но вот именно Беларусь показывает ли своим примером, что такое настоящее народовласть? Потому что история Всебелорусского народного собрания, его новая полномочия, которая, да, по конституции, по изменениям в конституции были одобрены нашим белорусским народом, все-таки показывает, на мой взгляд, что вот это и есть такой пример народовластия настоящего, искреннего. Молодой президент Беларуси Александр Лукашенко в тот период, когда пытались определенные силы разорвать, расколоть белорусское общество, не позволить нам быть едиными, развивать страну, вот он провел тогда Всебелорусское народное собрание, пошел самым демократическим путем. Не хотите договариваться? Давайте спросим у народа. Что думает народ? Пусть каждый выскажет, представитель различных слоев общества и сферы образования, культуры, промышленности, простой рабочий и министр. Пускай вместе соберутся в одном зале и по единой повестке дня выскажутся, обменяются мнениями, и мы будем вырабатывать курс развития страны. И вот видите, так получилось, что сегодня это уже конституционный орган, да? Сегодня это не просто такое народная вещь, когда мы, как говорят юристы, отхок собираемся в случае необходимости и обсуждаем важнейшие вопросы развития страны. Это орган, который призван, в первую очередь, сохранять и поддерживать единство белорусского народа, задавать вектор развития нашей страны и являться таким стабилизирующим органом, позволяющим, так скажем, выдерживать необходимый нам курс и вот те вызовы и внешние, и внутренние, которые могут иметь место, нивелировать. Поэтому я считаю, что это было правильное решение проведения первого Всебелорусского собрания, которое уже на историческом пути Беларуси. Вот сейчас я делегат Всебелорусского народного собрания 6-го, да? И вы, наверное, тоже, Вадим, да? Нет. Нет, ну, я вас там видел, вы там участвовали. Так что, вот, соответственно, работает этот орган, соответственно, работает. До следующего созыва делегаты работают. Да, то есть по большому-то счёту можно говорить о том, что мы, скажем так, привносим, в принципе, на политическую арену мира вот такой свой какой-то уникальный опыт. Я вот хотел бы тоже этот момент акцентировать, потому что впереди электоральная кампания. Вы знаете, что нам пытались всегда навязывать какую-то свою такую европейскую кампанию. Вот так должно проходить, вот так должно быть, вот такие должны быть выборы, вот должны так выбираться. Чуть-то не ли там партийное строительство нам давали, рекомендовали делать и так далее и подобное. Мы видим, что на постсоветском пространстве были разные эксперименты. Но вот на данном этапе можно ли говорить, что Беларусь такой уникальный, вот свой путь выбирает? Во-первых, нет в мире успешных стран, которые отказываются от того, чтобы думать собственной головой. Нельзя калькой никакой опыт. Знаете, бывает, выдёргивают какую-то страну, пример какой-то страны, и начинают, давайте как в Сингапуре, давайте как в Южной Корее, давайте как в ЕС и так далее. Нельзя кальку переложить. У нас есть свой исторический путь, уникальный исторический путь обретения государственности. Мы имели очень сильную интеграцию в рамках Советского Союза, у нас сложились определённые связи. У нас есть определённый культурный код, определённые отношения к ценностям семейным, историческим и прочее. Это всё формировалось столетиями. И сегодня взять вот этот наш уникальный, ценный опыт, который прошёл наш народ, вот этот путь, и нивелировать, и взять чью-то модель нельзя. Поэтому абсолютно было правильное решение. Мы услышали всех наших партнёров. Мы что, не слышали наших партнёров на Западе? Мы слышали. Вопрос в другом. Мы говорили, мы готовы с вами общаться, какую-то вашу точку зрения слышать, и тот опыт ваш позитивный, который не будет вредить нам, мы готовы тоже использовать. Но, тем не менее, у нас есть стратегические союзники, у нас есть государства, с которыми мы прошли, причём к ключу, столетия вместе. И мы не имеем права отказываться от этого, грубо говоря, опыта и от этих отношений в ущерб, этим отношениям выстраивать нашу политику. Поэтому вот то, что выработала Беларусь, приняв новую конституцию, это квинтэссенция нашего исторического, экономического, политического опыта. Мы взяли лучшее от разных стран. Мы и на Западе что-то подсмотрели. Но, естественно, прежде всего мы ориентировались на свои интересы, на свой исторический опыт. И создали то, что удобно белорусскому народу. Поэтому мы не почу, кстати говоря, никто нам ни на Востоке, ни на Западе, ни на Юге, ни на Севере не диктовал, какую политику нам выстраивать. Мы самостоятельно приняли это решение. Поэтому вот та конституция, по которой мы живём сегодня, тот политический строй, эта модель, это чисто белорусская модель. Она уникальная, но это не говорит о том, что мы, знаете, мы велосипед не изобретали. Мы ведь смотрели, как сработал механизм, который Казахстан в своё время бравировал, да, перехода власти. Как в России это работает, как это в ЕС работает, как в США, понимаете или нет, когда там в Капитолии расстреливают людей, да. Мы посмотрели у всех опыт и всех услышали. Но выбрали для себя ту модель, которую мы считаем приемлемой, и ту, за которую прогрессовал белорусский народ. Ведь, послушайте, мы ведь не просто группа чиновников собралась где-то в кабинете, закрылись, а была конституционная комиссия. Ведь она получала предложения и постоянно в средствах массовой информации, и ваше радио постоянно освещало возможность направить свои предложения. Мы обсуждали, мы общались с людьми. Я лично встречался в трудовых коллективах с людьми и слушал их, что представители белорусского общества, разных слоёв белорусского общества хотели бы видеть в новой конституции. И сегодня то, что мы выработали, это уникальная модель, которая воплотила в себе опыт разных стран, но в первую очередь в преломлении о историческом пути Республики Беларусь. Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Какое-то то, что касается таких наших решений, наших стратегических решений, не могу не задать вопрос, который касается проходящего форума «Один пояс, один путь». Ведь действительно, по большому счёту, на данном этапе в 2023 году инициативе «Один пояс, один путь» исполнилось 10 лет. Вот я напомню тем, кто нас слушает и смотрит, что Беларусь и Россия выступают за развитие китайской инициативы путём её сопряжения с другими международными интеграционными форматами. Союзное государство, ЕАЭС, ШОС, БРИКС. И в принципе Беларусь и Россия, вот опять же, стали одними из первых участников стратегической инициативы Пекина «Один пояс, один путь». Вот на данном этапе действительно, что помогает, чему помогает участие в инициативе «Один пояс, один путь» нашим странам? Ну, это абсолютно правильная была наша инициатива совместная, которая прежде всего позволяет нам, как вот вы правильно сказали, под чью-то диктовку или не действовать, либо не применять чью-то модель устоявшуюся. Потому что есть страна, которая сегодня пытается навязывать всем определённую камву поведения и в экономическом плане, и в финансовом плане, и в политическом плане. А что позволяет быть суверенным государством, что позволяет себя чувствовать уверенно на международной арене? Прежде всего, это диверсификация поставок, то есть экспорта и импорта. То есть у вас должны быть разные рынки, где вы сбываете свою продукцию, разная логистика выстроена под эти рынки, разные схемы расчётов проработаны, и у вас должны быть диверсифицированы поставщики сырья, ресурсов, технологий на вашу территорию. То есть это позволяет вам быть суверенным государством. Та страна, которая попадает под зависимость от одного рынка, например, энергоносителей, либо от одного рынка, так скажем, экспорта той или иной продукции, она в большей степени уязвима. Когда вы выстраиваете свою внешнюю политику и торгово-экономические отношения, опираясь на разные центры силы, имея, естественно, стратегических партнёров, естественно, имея партнёров, где вы в большей степени присутствуете. Для нас гармоничный рынок союзного государства, и здесь мы, естественно, в большей степени ориентируемся на взаимную торговлю и создаём максимальные преференции друг к другу. Но, понимая, что китайская сегодня та же экономика, это по покупательной способности первая экономика мира, если мы говорим, по паритету покупательной способности, если мы говорим в абсолютных цифрах вторая экономика мира, динамично развивающаяся, имеющая потенциал к серьёзному развитию, то, естественно, для нас абсолютно нормальным является участие в этой проекте. Это выгодно нам. Мы здесь обеспечивали максимально удобную логистику транзита через нашу территорию товаров. И несмотря на то, что введены санкции, несмотря на то, что на нас оказывается беспрецедентное давление, в любом случае участие в этой инициативе позволяет нам в том числе и нивелировать вот эти вот санкции в той или иной степени. Поэтому это выгодная инициатива. И посмотрите, как у нас выросла торговля в этом году с Китаем. И в том числе наш экспорт в Китай вырос существенно. Поэтому, и поверьте мне, что, учитывая добрые отношения на уровне первых лиц наших государств, этот торговый оборот будет только расти. А это выгодно нам, потому что мы получаем из Китая те технологии, которые нам необходимы. Мы получаем инвестиции, необходимые нашей экономике. Скоро вот достроен будет, соответственно, и стадион национальный, и бассейн. Уже эти здания архитектуру свою вырысывали. Ну, конечно, Великий Камень. Да, Великий Камень проект. Это вообще стратегический проект в плане развития наших высоких технологий в промышленности. И, естественно, я уверен, что этот товарооборот будет расти, и это будет выгодно нашей стране. Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Теперь к международной повестке, которая тоже горячо обсуждается. Это, конечно же, сейчас на данном этапе просьба Российской Федерации и попытка принять российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Совбез он не принял российский проект резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Вот почему все такие мирные, давайте говорить прямо, наверное, единственно правильные инициативы Российской Федерации и нашей страны, которая тоже с трибуны, он всегда заявляет, опять же, тоже касается и Украины, необходимости прекращения огня и возвращения к мирным переговорам. Почему игнорируются вот в своем виде? Тут можно несколько аспектов. Касательно инициативы России, сейчас мы понимаем, что Российская Федерация находится в прямой конфронтации, ну, прежде всего, скажем так, с Вашингтоном и пристегнутым к Вашингтону вагоном в виде, так мы называем, коллективного Запада. То есть есть коалиция англосаксов, где есть старший партнер США и младший партнер Лондон, который и есть Европейский Союз и ряд стран, которые входят в эту коалицию. Естественно, инициатива Российской Федерации, какой бы она ни была, она, да, с точки зрения такой политической, да, принято быть не могла ими, поскольку идет конфронтация, да. Они являются сегодня, ну, к сожалению, пока непосредственными соперниками, это мы говорим в очень мягком ключе, соперниками, да. Здесь уже мы не говорим о каком-то прагматизме или логике принятия дипломатических, политических и иных решений, а мы говорим о конфронтации. Но давайте теперь посмотрим, для чего это все и почему. Потому что всегда у любого процесса есть, так скажем, то, что видим мы на поверхности, да, и есть определенные глубинные аспекты. Я не буду сейчас очень глубоко погружаться в политично-израильский конфликт, потому что это очень сложная тема. Да, тема сложная. Там очень много нюансов и моментов, и я противник того, когда некоторые эксперты очень резко занимают какую-то сторону. Потому что наша страна одна, мы за мир, за мирные переговоры, за решение и начало конфликтов. И начинают такими вот очень крупными мазками это все обрисовывать. Тут гораздо вопросы тоньше и сложнее. Но в чем суть вопроса? Американцам удается создавать точки нестабильности в разных регионах мира, причем они закладывают эти точки нестабильности за многие десятилетия. И в свое время вот этот вот регион, где они имели хорошего такого союзника, как Израиль, с точки зрения экономического влияния, расширения своего военного присутствия, работы своей службы внешней разведки и прочего. Потому что потенциально они, с одной стороны, в этом регионе обеспечивали свое присутствие, поддерживая Израиль. У нас с Израилем нормальные отношения, мы ничего против того, чтобы США, Израиль сотрудничали, взаимодействовали, не имели. Но, с другой стороны, мы же помним, как Клинтон был посредником в вопросе урегулирования палестино-израильского кризиса. Роль США была очень заметна, но в свое время была четверка, ЕС, США, Россия, соответственно, которые участвовали в урегулировании этого кризиса. Сегодня, к сожалению, ведь и Россию из этого процесса они исключают. Это плохо для самой ситуации на Ближнем Востоке. Но суть вопроса в том, что вот они заложили эту мину замедленного действия. Чего хотят добиться Соединенные Штаты Америки? Чтобы вы понимали, используя свое географическое положение, удаленность от региона Евразия, океаны отделяют, они не являются непосредственными участниками любых военных событий на Европейском либо Ближневосточном театре военных действий. Ну, в принципе, в регионе Евразия, даже если Тайвань или что-то еще, их это непосредственно не касается. С другой стороны, если мы посмотрим на положение, например, военных компаний, военно-промышленного комплекса США, то акции компаний с 2020-2021 года начали рост, 22-й стремительный рост акций этих компаний. Смотрим Северную Америку, калийные компании, и канадские, и американские, растет. Значит, смотрим, что у нас происходит с зависимостью Европы от энергоносителей североамериканских. Опять же, растет. То есть, на всех вот этих вот конфликтах, которые происходят в нашем регионе, они имеют возможность получить определенные дивиденды, при этом с минимальным риском для собственной безопасности. И вот в чем сейчас задача? Наша, и в какую, я думаю, видят американцы для себя возможность? Мое мнение, они все-таки заинтересованы в максимальной дестабилизации нашего региона, посредством использования такого гибридного характера различного рода военных, инспирирования военных операций. Ведь Ближний Восток это такой клубок противоречий. Там и между арабами не все гладко. Шииты, суниты, Хамас, Хезбалла и прочие организации противоречия. Иран, иной арабский мир. То есть, очень много противоречий. Плюс Израиль, окруженный странами, которые не считают Израиль государством. Палестина, сектор газа и прочее. То есть, клубок противоречий. В этом вот клубке противоречий очень легко поджигать определенные настроения, связанные с эскалацией, с расширением военных действий. И сегодня, например, для Соединенных Штатов Америки, как бы некоторые наши уважаемые эксперты не говорили о том, что вот сейчас для них тяжелые времена, трудно будет работать на два фронта, Украина, Израиль, отвлекли от повестки украинской и так далее. С точки зрения стратегической, что они добиваются? Дестабилизация региона. Что такое дестабилизация региона? Я просто хочу объяснить самыми простыми языками. Вы разрушаете собственную инфраструктуру. Часть вашей промышленности направлена на военные нужды. То есть, у вас ВВП, условно говоря, может быть или рост небольшой, либо даже он падает, но еще возьмем мы оттуда, давайте отнимем 5-7%, которые направлены чисто на нужды, связанные с военным конфликтом. Этот ВВП сгорает в полномище войны. Понимаете или нет? Как только вот эти страны, которые будут вовлечены в этот конфликт, а, к сожалению, имеют потенциал к разрастанию, и вплоть до мирового, значит, мирового глобального предвостояния, страны эти будут потом вынуждены попадать в зависимость, во-первых, покупка вооружений, а потом, когда этот конфликт закончится, будет разрушена инфраструктура, будут уничтожены целые отрасли промышленности, придет инвестор. Придет откуда инвестор? Из всех регионов, где, соответственно, военные действия не осуществлялись, даже если какие-то средства будут потрачены. А сегодня давайте не забывать, все, что дает Америка на войну, оплачиваем вы, мы. Во-первых, они зарабатывают на этом, продавая энергоносители, продавая вооружение, а во-вторых, у них неограниченная ликвидность. Многие даже не понимают, вот говорят, доллар напечатают, они даже не печатают доллар, а просто они в цифровом виде переводят долговые обязательства. То есть им война ничего не стоит. И война им нужна для того, чтобы и в последующем развитии их экономики им не стоило практически ничего, при этом имея еще очень развитый реальный сектор. Так вот, их задача дестабилизировать максимально регионы Евроазии, используя Ближний Восток, Южный Кавказ, а могут и Северный Кавказ, к сожалению, под ударом российский, Центральная Азия, Афганистан, не забывайте. Это может быть, это ближайшая повестка ближайших месяцев, к сожалению, может быть. По всему периметру, смотрите, Россия, Евроазия, Китай, Тайвань и прочее. Вот это все точки потенциальной турбулентности. Это единственная возможность для США сохранить контроль международной финансовой системы, сохранить превосходство в технологическом развитии и выйти в первенство в освоении околоземного пространства, это дестабилизация конкурентов. Основные конкуренты сосредоточены в регионе Евроазия. Если Африка имеет потенциал к росту ввиду низкого старта, то Африка еще очень далеко до конкуренции. Латинская Америка отстает. Австралия находится на периферии, то есть она не может напрямую конкурировать, например, с Вашингтоном. Вот регион, Хартленд, так называемый, когда мы говорили о таких великих экспертов, которые говорили о глобальном противостоянии, два региона, это Северная Америка, контроль мировой торговли за счет контроля двух мировых океанов, и Хартленд, контроль также двух мировых океанов, огромная территория, и основные мощные, Индия, мощнейшая экономика, Китай, Российская Федерация, Европейский Союз. И вот здесь нужна дестабилизация, это основной конкурент. Поэтому они будут инспирировать и поджигать. Поэтому зачем им российская инициатива, зачем? Им выгодно, чтобы мы здесь, в Европе, в Азии, на Ближнем Востоке погрязли в конфликте. Мы будем разрушать собственную инфраструктуру, мы будем ложить на лопатки собственную экономику, мы не будем конкурировать. В последующем будем брать у них кредиты, они будут здесь инвестировать, восстанавливать экономику. Когда вы инвестируете, как правило, вы имеете контролирующий пакет. То есть они будут брать под контроль экономику ЕС, Азии, Ближнего Востока. Но это их планы, они говорят, что они это сделают. Но вот то, что они хотят. И плюс они еще на какие-то десятилетия, годы сохранят контроль международной финансовой системы, соответственно, резервная валюта доллара. Еще пускай каждый год сохранение доллара как резервная валюта, это триллионы долларов. Понимаете, да? Это триллионы долларов. Вот еще 10 лет, значит, сотни триллионов долларов в американская экономика получат за счет всего мира. Вот что они хотят. Поэтому надо понимать, и поэтому, когда вы смотрите на погибших, к сожалению, детей, женщин, разрушенные города и дома, это жертва, которую они приносили. Вот раньше приносили на алтарь богам жертву для того, чтобы был урожай, вышло солнышко и так далее. И, как говорится, это считалось чем-то допустимым для того, чтобы достичь конечной цели. Был хороший урожай, были все накормлены. Вот сегодня они таким вот людоедским способом, абсолютно примитивным, приносят в жертву целые народы, целые легионы. И, как говорится, слеза ребенка не играет никакой для них роли, если это необходимо. Я уже приводил пример в вашем эфире одного фильма хорошего. Вот посмотрите, кто хочет понять логику американской политики и вообще подходов. Есть такой фильм «Власть», Чейни там, значит, высокопоставленное лицо Белого дома. Это вот о нем фильм «Дик Чейни». И там вот они сидят, с президентом общаются и приносят доклад. Начало войны в Вьетнаме. Говорят, что нам даст это в экономическом плане, если мы в этом регионе получим соответствующее влияние. Ну, мы знаем, что они не добились успехов, но на момент начала. Какой результат в итоге мы получим? Зачем нам это надо? Ему привозят цифры, цифры. Кстати говоря, Вьетнам-то сегодня работает. Экономика Вьетнама завязана на США, кстати говоря. Несмотря на то, что там было все уничтожено американцами, и они сбрасывали отравляющие вещества на их поля, и, сука, людей погибло. Даже собственные солдаты страдали. Сегодня экономика Вьетнама максимально завязана на США. Так вот, приводят цифры, они смотрят все вот так вот нормально, и он говорит, ты меня убедил, начинаем. И показывает девочка на берегу реки, это параллельно идет картинка, сидит, моет что-то в этой деревушке вьетнамской в реке, и летят ракеты, и этой девочки нет. Все, вот они показывают даже в этом фильме. То есть слеза ребенка, потерянные жизни, в 500-1000 человек в больнице, в секторе газа и так далее, это абсолютно для них не является какой-то аргументом в пользу того, чтобы не начинать. Если цифры говорят о том, что это выгодно, это если в стратегическом плане сохранение контроля, о чем говорил уважаемый Александр Горьевич Лукашенко в свое время, когда еще только ковид начинался, вот посмотрите, пророческие это были слова, это этот ковид, это предвестник того, что начался передел мира, и грядут, и как он говорил, это цветочки, ягодки впереди. Надо слушать Александра Горьевича. У него есть это пророческое дар, и посмотрите, ягодки начались, но я вам хочу сказать, что тоже, это только, скажем, заваривают кашу, скоро начнет кипеть, не дай бог. И поэтому вот наша позиция, вы правы абсолютно, Вадим, в Беларуси мы абсолютно не должны какую-то радикальную позицию занимать в этом вопросе, и тут оголтело кого-то там поддерживать, мы должны поддерживать мир, мирное урегулирование и стабилизацию, потому что если подожгут, вот все мы здесь пострадаем, все почувствуем, понимаете или нет, выкипит так, что может накрыть всех. Наша задача сохранить мир в регионе, и Ближний Восток это та точка, откуда может начаться мировая война, мы должны это понимать. Ну что ж, спасибо огромное за мнение, продолжаем двигаться дальше. Еще одна тема горячо обсуждается в информационном поле, выборы в Польше уже называют это кризисом. Вот на ваш взгляд, так ли это? Потому что мы видим, что правящая партия уже потеряла определенные позиции, сейчас на данном этапе вот этот процесс может быть достаточно серьезным в плане принятия решений. Вот как вы оцените то, что произошло в Польше, вот результаты в целом? Можно ли это назвать кризисом? Я вообще никогда, понимаете, я так хочу вам сказать. В любой стране имеют место политические определенного рода потрясения, и мы это переживали, и тут все страны СНГ, и в Евросоюзе каждый выбор это, с учетом того, что они еще ввязались вот в эту авантюру американскую в Украине и так далее, нестабильно падают рейтинги политиков, правящих партий, и естественно Польша, которая приняла на себя определенную нагрузку в виде иммиграционных потоков, и зачастую вынуждена в фарватере политики Вашингтона проводить определенные, принимать определенные внешнеполитические решения, не всегда вызывает это довольство у простого обывателя. Естественно, что такое политический кризис? Политический кризис, это когда имеет место недовольство широкого слоя населения той политикой, которую проводят официальная Варшава, так скажем, если мы говорим о кризисе в Польше. Естественно, мы это видим, поскольку коалиция оппозиционная, она набрала достаточно заметное число, и в принципе им хватает депутатов для того, чтобы сформировать правительство. Я не думаю, что они не уверены, что у них это получится. Возможно, все-таки правящая партия, они все-таки набрали больше голосов, сумеют кого-то привлечь из того же блока и сохранят власть. Тут еще вопрос. Тут может быть и одна сторона взять в руки власть и вторая. Могут кого-то купить. Да, могут просто купить, да. Я бы не сильно... Послушайте, Польша находится в мощнейшей зависимости от Вашингтона в экономическом плане. Очень большие средства вложены. Вы вспомните американских президентов, которые пытались не договариваться с лобби американским, военно-промышленным и крупными транснациональными группами. Их просто теряли, да. Они были убиты. Поэтому здесь ставки очень высоки и никто сегодня не позволит Польше резко изменить курс в отношении России. Даже если бы они хотели. То есть они этого сделать не смогут. Поэтому в отношении нас, к сожалению, резко политика не изменится. Другой вопрос, что может быть в той или иной мере, как политики от оппозиции могли бы, может быть, в чем-то, занимать более сдержанную позицию, более конструктивную. Прагматизм. Да, вот правильно. В меньшей политике больше прагматизма во взаимоотношениях. Ну, почему для нас это может быть надежно? Ну, если действующая власть не готова действовать в прагматичном фарватере и уходить от эскалации, уходить от угрозы взаимного, даже военного столкновения, то надо тогда делать ставку на оппозицию. Да, будет в фарватере США, но скажут, да, мы готовы в вашем фарватере, но все-таки идти на конфронтацию и обострение, что является непосредственной угрозой нашей государственности и миру на нашей земле, мы не пойдем. Поэтому, естественно, в наших интересах, чтобы в Польше были политики, которые как минимум стремятся к прагматизму в взаимоотношениях, а прагматизм в чем заключается? Добрососедские отношения, торгово-экономическое сотрудничество, то, которое возможно для них сейчас с учетом всех решений, принятых в рамках ЕС, не обострение ситуации на границе, не делать каких-то резких заявлений на международной арене, это, конечно, сегодня практически невозможно, с учетом того, что эта вся каша заваривается в Вашингтоне, но тем не менее в наших интересах это. Но я бы, понимаете, я еще раз говорю, иногда мы гипертрофируем события, я бы не дал, не делал бы такого мощного акцента на том, что в Польше ничего естественного не произошло на текущем. Кстати, ну а то, что касается, вот опять же, самих выборов, уже вот есть представители ОБСЕ, которые тоже говорят, что какими бы конкурентными цитатами не были выборы в Польше, мы увидели эрозию системы сдержек и противовесом государства, которая направлена на усиление позиций правящей власти, в том числе над судами общей юридикции и государственной СМИ. Вот тоже, опять же, нас учат, как проводить выборы, но это мы увидели и в США, если вот, например, там, понимаете, эта система, это позорная система, вот когда мы говорим про США, когда там эти выборщики, там, проголосовало за тебя больше, но выборщиков в этом штате больше, победил альтернативный кандидат, то есть даже не играет роль, что на тебя там на какое-то количество избирателей проголосовало больше на выборах, на президентских, так мало того, что если какие-то недовольства, так мы можем еще и расстрелять, и в эфире это показать, а потом еще и осудить тех, кто пытался отстоять интересы президента, которого практически сместили с учетом того давления именно в средствах массовой информации и ограничения деятельности в социальных сетях сместили с должности, да, поэтому поймите, уже сегодня, я думаю, белорусское общество достаточно зрелое, научили нас эти события последних лет, того, что вот эти вот понятия демократия, права человека, свобода судебной системы и так далее, зачастую используются с целью манипулирования, и если где-то нужно нашим друзьям в Вашингтоне, чтобы эта страна была союзником, но в этой стране за измену женщину камнями забивают, а за кражу могут руки отрубить, значит, это будет союзник стратегический, и будут оттуда нефтепродукты поступать, и этот союзник будет, так скажем, жать руку на самом высоком уровне в ООН, и никто не будет его исключать из ООН или вводить против него решение того или иного суда, да, международного, а если в этой стране все в порядке в этом отношении, но где-то их политика правительства этой страны не устраивает, будут в соринку замещать даже там, где ее нет, понимаете, и выдумывать всякие ситуации, понимаете, роль, вот еще раз, о чем я вам говорил, жертву готовы принести любую в угоду своим интересам, но это опасно для них, вот я еще раз хочу сказать, в Капитолии люди опять, вот давайте еще немножко, я хочу просто понять, есть важные моменты, есть штрихи, есть моменты, вот я когда иногда говорю о преимуществах США, нужно понимать, их преимущества являются их уязвимостями, вот например, контроль международной финансовой системы, с одной стороны, позволяет им контролировать мир и доминировать, с другой стороны, как только они утратят этот контроль, как карточный домик обрушится вся эта система, потому что без этой подпитки они не смогут присутствовать так разветвленно в мире, в виде военных баз, в виде экономических вот этих вот систем, которые они выстроили, то есть на этом держатся, то есть их, то есть они не смогут обслуживать госдолг, и эта пирамида рухнет, то же самое вот эта система, которую они не поддерживают международный баланс по принципу win-win, выиграли все, а поддерживают по принципу такого императива, делайте то, что мы говорим, тогда мы вам какие-то крохи со стола дадим, это несет потенциальную угрозу в том числе, и понимаете, когда вы загнали в угол противника, он может применить самые, ну скажем так, непредсказуемые методы альтернативного воздействия, понимаете, вы посмотрите, Российская Госдума, это видите, сняла ограничения на испытания ядерного оружия, Северная Корея обещает, что если не будут ее интересы учитываться и будет ей угроза, может применить что-то, не знаем мы, что есть у Ирана, какие технологии на сегодняшний день, и то есть они потенциально толкают мир к такому противостоянию, которое может и для них являться непосредственной угрозой, то есть они занимаются, рухнула ведь Великая Римская империя, безграничная экспансия не позволила в последующем Риму контролировать из центра доминионы, которые они то есть посыпалась система и она разрушилась, то есть вот вот эта сила поэтому они и создают этот управляемый хаос для того, чтобы удержаться, но как только им из-под ног выбьют вот этот вот контроль международной финансовой системы, либо будет принято решение одной из стран, которая видит в них соперника о применении например вот например преимущества США то что они находятся обмываются океанами да с одной стороны преимущества но уже доказано что в случае ядерного противостояния то для них это гораздо большая угроза если в Российской Федерации плотность оселения не такая плотная не такая высокая и в случае даже обмена какими-то ну не полномасштабная ядерная война обмена ударами даже с использованием третьих стран как бы не напрямую то Россия в меньшей степени пострадает то за счет того что США это их преимущество геополитическое в случае войны в Европе да они но если там будет применено ядерное оружие то прибрежная зона США очень плотно заселена там крупнейшие центры значит финансовые тот же Манхэттен и так далее смоет половину побережья понимаете просто одной одной одного посейдона достаточно для того чтобы часть побережья в Соединенных Штатах Америки было смыто то есть с учетом плотности населения для них ядерное противостояние несет колоссальную угрозу вот они должны задумываться о том что постоянно издеваясь на целом рядом стран в мире и все всю политику свою направляя в том чтобы выгода была только для одного игрока ну или группы это их стран они подталкивают третьи страны к тому чтобы применить самые скажем так угрозные методы воздействия на Вашингтон поэтому я думаю сегодня достаточно просто это обозначить вот надо нашим пропагандистам российским там умеют снимать снять хорошее кино что будет в случае не прекращающей сельской эволации да вы проводите вот это вы поджигаете Ближний Восток вы пытаетесь в Тайване что-то сделать и вот принимается решение такое-то о применении таких-то видов вооружений в Атлантическом например океане через сколько минут пропадают такие-то вот населенные пункты что может быть показать просто показать завируситься в интернете я думаю что это будет хорошее давление на избирателей в США ну что ж спасибо огромное за мнение время наше подошло к завершению напоминаю что цитаты сегодняшнего разговора самые яркие можно будет прочесть в сетевом издании сб.бай на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио 17 до 19.00 в гостях у нас был сегодня политолог Вадим Боровик Вадим спасибо огромное всем мира и отличного дня всем хорошего дня до встречи в буднях Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...